Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Поймите и потерпите. Городские чиновники рассказали, как долго Барнаул будет стоять в автомобильных пробках из-за ремонта дорог. Первая экскурсия. Вопрос сейчас идет о перекладке крыши. Журналистам показали, как выглядит сейчас один из главных долгостроев – художественный музей. Они прощаются со школой. Я подразумеваю, что это из-за Всероссийской олимпиады школьников. Лучших выпускников в крае поздравили сегодня с началом новой взрослой жизни. Призвали горожан к пониманию и терпению. Автомобильные пробки из-за масштабного ремонта проспекта Ленина продлятся как минимум до осени. Об этом сегодня на выездном совещании говорили чиновники. Впервые в диалоге с властью участвовали подписчики крупнейшего интернет-сообщества Барнаул-22. Чем они недовольны и ремонт каких улиц, по их мнению, не нужно откладывать? Расскажем далее. Ремонт дорог на Ленинском проспекте идет полным ходом, а машины по нему передвигаются с трудом, а ведь это еще не час пик 10 утра. Ехать с нормальной скоростью мешает спецтехника, а также рабочие, которые укладывают здесь новый асфальт и неблагоустроенные люки. Они огорожены предупреждающими знаками. Масштабная реконструкция Ленинского началась месяц назад, но асфальт пока полностью уложен лишь на площади Баварина. На остальных участках работы продолжаются. Так, центральная часть проспекта будет сдана только к 1 сентября. Так что потеть в автомобильных пробках барнаульцев придется еще не один месяц. Идет ремонт, вот как-то идет разгрузка дороги? Ну, мы каждый год, когда у нас идет большая ремонтная кампания, призываем горожан проявить понимание и с терпением подходить к этому процессу. Трафик перераспределяется. Сейчас мы параллельно не ведем проспект Комсомольский. Ремонт у нас в лоте УДСУ-4, он также находится. Они к нему приступят позже. Именно вот с этой целью у нас работа построена по такому графику. В ходе рейда люди спросили чудовников и о выделении отдельной полосы для общественного транспорта. Но представители власти признали, что об этом не может быть и речи, так как центральная улица города довольно узкая. Мы много обсуждали и прорабатывали вопрос выделенной полосы, но у нас условия городские такие, что мы живем в существующей жилой застройке. Она сложилась, все тоже знают, в 60-е годы. Никто тогда не рассчитывал на такой пассажиропоток. В сегодняшнем рейде участвовали и подписчики интернет-сообщества Барнаул-22. Их, конечно, интересовал не только Ленинский проспект. Планируется ли улицу Попова, участок от Лосинской до Трактовой, застраивать вторую часть? То есть там одна у нас сторона получается? Ну, в этом году, да, приступили к производству работ. Улица Попова у нас запланирована как объект переходящий. Она будет выполняться у нас в два этапа. В текущем году мы планируем обустроить корыто, заняться всем переносом всех сетей, которые там располагаются. Их там большое количество и электричества, и телефон, и газ, ну, там водопроводы, множество всего. Очень насыщенная в плане земляных работ улица у нас. Речь шла и о безопасности на дорогах. Подписчики выступили с предложениями построить на Павловском тракте надземные и подземные переходы, а также заняться организацией парковочных мест, которых в городе катастрофически не хватает. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. А вот министр спорта края хотел бы участвовать в заседаниях городостроительного совета Барнаула, где сейчас решается вопрос, каким будет фасад бывшего дворца зрелища спорта. Пока Алексей Перфилев вместе с другими барнаульцами смог увидеть облик лишь на снимках, которые появились в социальных сетях. Судить о новом фасаде Титов-Арены, так теперь именуют ледовую площадку, можно лишь вот по этим картинкам. Как вы видите, сами снимки достаточно плохого качества. Тем не менее, можно разглядеть, какие изменения планируются в верхней части объекта. Так, слева отчетливо видно мультимедийный экран для трансляций. Скорее всего, эти кадры были презентованы во время совещания градостроительного совета Барнаула. В итоге эксперты раскритиковали обновленный фасад арены. Сообщается, что их не устроил цвет стен, который якобы не вписывается в архитектурный ансамбль центра города. Проект будет переделан. Мне интересно, я бы хотел посмотреть. Но опять же, для меня первично все же в том, чтобы объект вовремя открылся, там начались соревнования и тренировки. Насколько там будет фасад, это все же уже, ну, для меня вторично. Новый собственник, бизнесмен Михаил Дроздов обещал открыть Титов-Арену к октябрю. Именно на это время в Барнауле намечено проведение международного турнира по хоккею между студентами. Сейчас внутри дворца активно идут ремонтные работы. Главная стройка десятилетия. Это я уже о реконструкции художественного музея. Чиновники рассказали, показали журналистам, как и какие работы там ведутся. Лучший вид на площадь октября открывается из здания художественного музея. Только сам он закрыт с 2012 года. Тогда начался долгожданный ремонт, который перерос в реконструкцию. А она, в свою очередь, затянулась на годы. Чиновники края разорвали контракт с первым подрядчиком – компанией «Стройгаз». Она теперь банкрот. «Стройгаз» – это та организация, которая находится в процедуре банкротства. Мы отдаем себе отчет, что взять, наверное, мы ничего, бюджет края с них не сможет. Теперь на объекте работает новый подрядчик – компания «Селф». Ей исправлять ошибки предыдущих строителей и, конечно, восстанавливать то, что унесло время. Верхний, третий этаж. И нам повезло попасть сюда после дождя. Вот такая картина. Прямо-таки находка для мариниста. Еще чуть-чуть и поплывет. С момента разрыва контракта с предыдущим подрядчиком прошло около трех лет. А значит, все это время дожди точно так же заливали этажи музея. Министр строительства и ЖКХ проблему признал и оценил потери от простоя приблизительно в 30 миллионов рублей. Долгий объект стоял без консервации. И здесь с особым такой критикой подходим к именно последствиям такого простоя. Но здесь на сегодня основные виды работ, которые, так скажем, связаны с надежностью здания, они на сегодня выполнены. Усиление выполнено. Вопрос сейчас идет о перекладке крыши. Вопрос и в состоянии картин. Все это время, пока музей простаивал и пока строился, произведения искусства лежали в хранилище. Сейчас, безусловно, хранятся работы в очень тесном состоянии. То есть, по большому счету, несмотря на то, что мы ежегодно четыре раза в год производим закупку работ, ну, практически нам уже сложно куда-то их загружать. Поэтому, безусловно, расширение площади для нас все актуальнее и актуальнее с каждым годом. Общая стоимость контракта – 1 миллиард 287 миллионов рублей. Примерно половина из них уйдет на строительство, а вторая – на закупку спецоборудования для экспозиции и хранения предметов искусства. Запустить музей в работу планируют уже в 2021 году. И все бы хорошо, только в этом даже у чиновников нет полной уверенности. Как говорят про стройку, да, ее можно и время, и деньги умножать на два, и то не угадаешь. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком. Мы же продолжим. В правительстве региона наградили лучших выпускников Алтайского края. Речь идет о вчерашних школьниках, которые стали победителями всероссийских конкурсов. Лучше всех сдали экзамены. Тему продолжит Ирина Корчагина. Кто-то на них равняется, а кто-то завидует. 90 лучших выпускников из разных районов региона сегодня получает свою минуту славы в зале правительства Алтайского края. Почти все призеры Олимпиад по литературе, физике, экономике, а также лауреаты всероссийских конкурсов. Вы, выросшие именно в период интенсивного развития информационных технологий, интернета и социальных сетей, отличаетесь от нас очень сильно. Вот эти отличительные особенности, они вам очень помогут в дальнейшем обучении в ВУЗе и в вашей дальнейшей трудовой деятельности. Аркадий Величко – золотой медалист. Говорит, из-за учебы никогда не страдала личная жизнь. Парень еще и успевал выполнять обязанности президента школы. Поступать Аркадий будет на факультет фундаментальной медицины в Московский государственный университет. В ЕГЭ я сдавал просто, чтобы получить аттестат, потому что поступаю я по Олимпиаде в ВУЗ и результат поступления я уже знаю. В этом году школы региона выпустили около 13 тысяч человек. И у них уже начинаются выпускные баллы, а после – волнительное поступление в ВУЗе. А лучших выпускников Алтайского края всегда ждут в самых перспективных университетах страны. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. А в Алтайском районе завершилась профильная смена «Юный спецназовец». Это своеобразный лагерь, правда, вместо игры и самодеятельности школьники соблюдают военный распорядок дня. Ребята ежедневно занимались строевой подготовкой, преодолевали водные преграды, стреляли из пневматической винтовки, изучали боевые приемы. С юными спецназовцами работали опытные сотрудники МВД. Главным испытанием для школьников стал экзамен на право носить оливковый берет. Он выдается самым смелым и выносливым бойца. Для учащихся, для курсантов это нечто большее. Это первая серьезная ступень, первое испытание, тяжелое такое, которое проходит с честью самое лучшее. Тяжело было, особенно горка и передача автоматов, командная работа, когда всем взводом, всем командой бежишь и переживаешь за своих товарищей, которые тоже могут так же сойти с дороги. В итоге трое воспитанников Алтайского краевого педагогического лицея успешно прошли все испытания и получили заветные береты. На общем построении их вручили действующие офицеры полиции. Кстати, некоторые школьники уже решили, что свяжут свою жизнь с силовыми органами. К новостям культуры в Барнауле заработала лаборатория школы-студии МХАТ. Шесть молодых режиссеров-москвичей за неделю ставят пьесы на площадке Молодежного театра Алтай. Премьера уже в этот четверг. Они поднимают на сцене проблемы подростков, о которых стесняются говорить даже мамы и папы. Вот такой необычный проект носит название «В смысле». Некоторые смыслы сегодня увидела Анастасия Дороган. Ну тогда начинай. Первые робкие попытки подростков снять эротику – тема одного из экспериментальных спектаклей. Если и есть ограничения для этой творческой лаборатории, то лишь в возрастном цензе. Шесть магистрантов МХАТа на сцене МТА поднимают молодежные проблемы. Здесь – сексуального развития за стеной развала семьи. Пьеса «Через подростка, через семью» раскрывает проблему глухоты друг к другу. Мы еще нашли 10 способов научиться современному человеку молчать. И мы зрителю расскажем, не будем пытаться учить, а просто расскажем, вот как можно в современной жизни, как и где помолчать. А участникам лаборатории не отмолчаться. На постановку часового спектакля неделя – это главное условие лаборатории. Поэтому создают его МХАТовцы совместно с актерами – алтайскими. Режиссер Дмитрий Мышкин уже хвалит свой состав. А о чем спектакль объяснить затруднился. Но основа его пьеса «Аркаша» больше не косячит. Она опросила подростка, и на основе этого интервью была сделана эта пьеса. И он правда не косячит? Это, как сказать, многоточие. Уникальный привнос – это исполнитель главной роли Даниил Попов, собственно, студент. То есть он не то, что похож на этого «Аркаши». Ну, там, собственно, можно сделать спектакль «Даниил» больше не косячит. Ну, он идентичен герою. Воу-воу-воу! Я рада вас всех видеть на вечеринке. Люди и боги! Сегодня все вы fucking beautiful и sexy! Репетиции с утра и до вечера. Времени мало – это эксперименты для московской, для алтайской школы театра. Кстати, наш край в лаборатории впервые. А бывалые мхатовцы говорят, театр за неделю – абсурд. И вместе с тем – поиск новых форматов. Именно поэтому за пару дней до премьеры авторы все еще не берутся говорить о смыслах своих постановок. Ну, вам придется прийти. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. И немного о спорте. Точно в цель. Стрелок Сергей Каменский пополнил копилку новой медалью на международном турнире в Минске. Там сейчас проходит чемпионат двух европейских игр. В дисциплине стрельба из пневматической винтовки из 10 метров битчанину удалось выбить серебряную награду. До первой ступени педестала ему не хватило всего 0,8 балла. Опередил Сергея представитель Израиля бронза у стрелка из Чехии. Стоит сказать, что это уже вторая медаль Каменского на этих состязаниях. Ранее наш земляк в этой же дисциплине в соревнованиях смешанных пар вместе с Юлией Каримовой выиграл золотую награду. Как позже скажет спортсмен, эта победа придала ему дополнительные силы на следующие старты. Помимо Сергея в Минск от Алтайского края поехали легкоатлеты Полина Миллер и Евгений Кунц. Сборная России по-прежнему лидирует по количеству набранных медалей. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Эвалар. Ну а у меня к этому часу все новости. До встречи.